Друзья мои, я приветствую вас на канале Строй дом своими руками. У меня куча новостей и просто масса работы, которую мы должны с вами совершить в ближайшее время. Август уже прям вот он, а отопление у нас еще конь не валялся. Котельная завершена, сейчас Женя там делает расшивочку швов. Котельная просто загляденье, ну вы видели ее в предыдущих роликах. А цель моего сегодняшнего мероприятия это теплые полы. Труба ко мне пришла, она уже в доме, я ее занес, коллектор тоже там же. Сейчас мы все это дело будем с вами монтировать и заливать бетоном. Один небольшой момент, в доме мы уже живем порядка трех недель. Блин, настроение, конечно, шикарное. После душного города, не знаю, и у меня, и у детей, и у собаки, и у кота, и у хомяков, у всех огромная радость. Всем нравится. К чему я все это говорю? К тому, что трубу я не могу расстелить по всему полу. Как минимум собака может где-то ее повредить. Поэтому мне будет проще контролировать конкретные какие-то сектора. Тем более, что на ста квадратах нашего периметра дома нужно будет в любом случае делать какие-то технологические разрывы. Ну, компенсационные швы и так далее. Я принял решение, что буду крутить по два сектора, заливать бетоном, потом опять крутить два сектора, заливать бетоном. И таким образом, потихонечку мы с вами дойдем до коллектора. Я купил крутейший коллектор. Блин, дорогой, просто нереально. И у него есть большой плюс. У него хорошая компрессия, и он должен выдержать все мои вот эти идеи. И получается, что на этом доме у нас 8 секторов. Заливая бетон, мы сможем переносить какие-то уже инструменты на бетонный пол, а здесь продолжать наши работы. Я не представляю, сколько времени у меня уйдет на заливку полов, потому что, к сожалению, рабочих рук не так много. Но надеюсь, что мы завершим это в ближайшее время, так как у нас еще в подвале полы. Сейчас рядом с коллектором отопления будет коллектор теплых полов. Вот здесь мы его сейчас разместим. Так, друзья, те, кто смотрит канал с самого начала, знают, что я прицеливался на Кановскую трубу, потому что в городе просто она есть. Но волею судеб на выставке я познакомился с классными ребятами, которые предложили... Я, честно, не знаю, кто производитель. Я думаю, вы мне можете подсказать. Упануровская труба ПЕКС 16х2 я взял и очень этим доволен. Успел выхватить еще до повышения цен. Коллектор, значит, вот такой. Сейчас открою, все покажу. В фильме я еще вам дам рекомендации по магазину, потому что если вы из Сибирского федерального округа и живете не в мегаполисе, то уверен, столкнулись с той же самой проблемой, что и я. Местные продавцы кто во что гораст, так же, как и проектировщики. Нет, плохо сказал, плохо сказал, забудьте, по-другому будет. Давайте все это распакуем и начнем с коллектора. Я буду придерживаться инструкции. А по инструкции нож запрещено. Watch! С расходомерами теплые полы. А, ничего себе! Смотрите, даже есть, да, для каких целей это у нас пойдет. Гараж, шкаф и так далее. Прикольно, прикольно. Я взял на 10 контуров для того, чтобы питать сразу весь первый этаж. И на втором этаже у нас два места. Это ванна и коридор. Сначала была мысль, что поставить там мини-коллектор на втором этаже. Но по финансам получалось, ну, капитально дорого. И было принято решение просто теплый пол, сектор поднять наверх в эту комнату. Ничего в этом нет сложного. И что интересно, его можно зеркально просто расположить. Ну, рекламки не будет, да и не нужна она мне. Вот так наклею. Я хочу располагать зеркально, чтобы они смотрели друг к другу, так будут трубы идти. Хотя, сейчас подумаем там на месте. Так, все, надо фиксировать. Пойдемте. Я же вот о чем забыл вам сказать, друзья. Но надо всего лишь на секундочку перенестись на нашу пасеку. Делаю обычно я это вот так. В прошлых видосах я очень часто вам показывал пасеку. И ловил много гневных комментариев о том, что строительный контент, зачем ты нам свои пасеки показываешь. Так вот, ну не могу я вам их не показывать, потому что среди моих зрителей очень много стало покупателей меда. И, соответственно, ну как мне утаить от вас свою работу и свои труды. Что я хочу сказать. Мед начался, мы его качаем. На сайте жарковский-мед.рф вы можете найти полный перечень с нашей пасеки, с пасеки, которую мы строим в тайге. Там уже мед тоже пошел дягилевый, крутой мед. Правда, он дороговат, сами понимаете, вытаскивать из тайги квадроциклами это очень тяжкая работа. Так, а луговой мед, полевой вообще без проблем совершенно. Переходите по ссылке и вот эти красавицы вас угостят. Смотрите, девчонки уже вон тащат. Тащат пыльцу, тащат нектар. Вон желтенькая пыльца. Вкуснейшая, вон она, молодцы. Я им сегодня небоскреб построил, заслужили. Вот это все, это работяги. Вот эти небоскребы, это все работяги. Ладно, возвращаемся в строительный процесс, но вы переходите на сайт. Этим самым вы получаете сибирское здоровье, такую же энергию, как у меня на канале. Ну и польза, польза и мне, и вам, как ни крути. Ладно, продолжаем стройку. Честно говоря, изначально хотел, чтобы от коллектора труба сходилась тоже в том же самом месте, где сходятся все трубы. Но потом подумал, а смысл тянуть потом отсюда же трубу туда? Наша же задача сделать минимальное расстояние трассы, правильно? Здесь будет тупик, а вся рабочая зона будет там. На крайний случай закроем до конца. Я еще не придумал, какая здесь будет раковина, но она будет явно самодельная, бетонная, интересная. Начинаем это монтировать. Все мы делаем по уровню. По тому же самому правилу, что я делал и радиаторы, я буду обратку вешать наверх, подачу на низ. Для чего это делается? Потому что вдруг у меня еще появится какой-нибудь сегмент, и обратка в любом случае будет сверху. Самая приятная часть – навеска. Слушайте, но действительно, когда держишь не Китай, а какую-то фирму, то ощущения совсем другие. Даже видно качество сборочки, как это все сделано, как удобно с ней работать. Прекрасно. Единственное, что непонятно, на китайском за 5000 рублей были автоматические воздухоотводчики, а на машинке, которая стоит 20-ку, были вот такие ручные. Ну что ж, придется нам их поменять потом на автоматы попозже. Посмотрите, как это все здорово теперь смотрится. Сейчас я вам покажу. Так, это мой, кстати, кому интересно, это мой съемочный чемоданчик. Здесь находятся все батарейки, винчестеры, здесь же у меня лежит мой квадрокоптер, и здесь же лежат важные документы. Это чертеж, который мне сделали ребята из компании 100 градусов, и по нему я могу определить, сколько метров на какой контур у меня пойдет. Сейчас мы это прикрепим здесь в зале, и будем пользоваться этим как инструкцией по установке, по монтажу. Я принял решение за сегодняшний день скрутить вот эти два контура, поставим тут опалубку, эту часть зальем, и потом начнем крутить дальше. То есть будем делать поэтапно, понемножку. Так, в наш дом есть два входа, это парадный и черный ход. Вот нам нужно, чтобы они оба не перекрылись. Спуск с лестницы, здесь я просто сейчас положу экструдированный пенополистирол, чтобы не передавить шланги, и сверху положу лист фанеры или ОСПшки, и по нему мы будем ходить пока. Прежде чем начать вязать полы, я пропылесошу здесь досконально, уберу всю грязь, пыль, все. Так, братцы, ну все, пришло время распаковывать трубу и укладывать ее на наши полы. Кстати, вязать трубу я решил вот на такие вот стяжки. 3,6 на 150 мм, по 100 штук в пачке. Взял пока 5 пачек, то есть 500 штук. Ну, надеюсь, на первый контур мне хватит. Все дело в том, что просто я не знаю пока сколько времени заливается вот такая квадратура. Квадратов, наверное, 35 примерно, 30-35, вот, ну, судя по всему. Потому что здесь немножко надо будет сюда захватиться, судя по чертежам. Взял маяки сантиметровые для того, чтобы потом полы выравнивать. Ребят, 2,3 ста за 2 пачки по 20 штук. Металл дорожает. Дерево дорожает. Хорошо, хоть зарплаты стабильные. Стабильно не меняется уже лет 10. Существует вечная проблема, это раскручивание трубы. Лично меня эта проблема коснулась, когда я делал радиаторы. Но там была труба стенкой 2,8 и она была 20-я. С ней было просто, но с 16-й будет тяжеловато. Это я видел даже в интернетах. Поэтому я решил изобрести какой-то вариант из подручных средств раскручивалки. У меня, к сожалению, нет фирменной. Она стоит, блин, в районе 4 тысяч, я не стал покупать. Может, надо куда-то сначала сюда крючок спустить, а потом туда прицеплять. Это правда. Я уже сделал. Мы не ищем легкой путейки. Все. Сейчас. Давай так. Все. Как думаешь, что будет работать? Не знаю. Сейчас мы намотаем какое-то количество провода. Так что на себя немножко бери. Не надо сильно. Судя по чертежу, во-первых, между контурами у меня 15 см. Потому что это 16-я труба. Если была бы 20-я, я бы сделал 20 см. Беда в том, что сетка у меня 20 см. Поэтому придется немножечко с рулеточкой полазить. Так. Сколько контуров у нас идет на первый? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, 20. 20 по 15. Это 3 метра. Значит, 3 метра сейчас отмеряем. И начинаем вязаться по первому контуру улиткой. У меня появилась замечательная мысль. Вот эту трубу крутить на самом деле, это просто в счастье и в радости. Сейчас я Женю подтяну на эти работы. А сам буду пока размечать, размерять и прогнозировать. Такие три важных и полезных задачи. Только начал вязать. И сразу улыбнуло несколько моментов. Ну, просто в силу своего увлечения ютубом, я периодически смотрю различные ролики. И когда я смотрел про теплые полы, сколько же было информации о том, что, друзья, делайте так. Не вздумайте тут вот так-то. Какие-то были прям нюансы, которые очень-очень важны. И я думал, крутить теплый пол, блин, это что-то сложное. Даже касаясь того, что объясняли, как крутить эти хомуты, как их потом обрезать и так далее. Элементарно заворачивая просто хвостик вниз, уже ничего обрезать не надо. И он нормально тонет потом под бетоном и проблем вообще никаких. На что вот реально стоит обратить внимание? Так это на метраж одного контура и на правильное расположение улитки, чтобы она сошлась геометрически верно. Вот на это я внимание сейчас уделю максимально. Все остальное вообще мелочи. Повороты проходятся вообще на раз. Завернул здесь два, здесь два, все в порядке. Еще очень многие писали, что взял жидкую сетку, будет поднимать у тебя ее по краям и ничего завязать толком не получится. Может я пока только первый контур увижу и на втором контуре все это начнет ершиться, так скажем. Я не знаю, но сейчас вот. В общем первый контур крайний прошел и пока полет нормальный. Идем дальше. Сейчас Женю позову, будем вместе работать. Проход угла. Это самое простое мероприятие, требующее всего четыре стяжки. Кстати, к чему я пришел, пройдя уже несколько витков. Первый момент. Все-таки хвосты можно и оставлять наверху, потому что все завернуть тяжеловато, а трепаться с каждым это просто времени много уходит. Так, второе. Вязать сетку на 20 ячейке, ну не так уж и тяжело. Есть определенные нюансы, но это не тяжело. На самом деле задача стяжек крайне простая. Они должны не дать возможность подняться трубе в бетоне и не сдвинуться во время заливки. Поэтому в холодное время года делают побольше стяжек, в теплое поменьше. Конкретно номенклатуры, сколько их нужно на один квадратный метр, нет. Друзья, погода просто чудесная для этих работ. Льет неимоверно. Хороший дождь. Женюсь, да, здесь сейчас второй поворот. Но я сейчас сделаю. Только что додумались, что у нас вся аппаратура находилась там. Все залило. Подожди! Так, еще осталось что-нибудь электронное? А наверху что? Электронное! Вот это льет! Вот это апокалипсис! Хоть бы нам свет не отрубили. Пользуясь случаем про Хауберг, интересно, что будет сейчас в такой ливень, я вам сейчас покажу. Сейчас вот немножко закончится. Вот этот кошмар апокалипсичный, сетичный. И я пойду сниму, что у нас с Хаубергом. Смотри, как тут наклистало тут. Окно было открыто, да? Ну, конечно, тут на проведении все было открыто. Нормально льет. Джеки, вот это воды тут, да? Ты весь мокрый. А, пес? Дай лапу. Спасибо. Ну, уже успокаивается, наверное. Ничего себе, машина в луже стоит вон. Ну, такого дождя еще в этом сезоне не было, конечно. А у меня еще была мысль сегодня купить цемент, привезти его и в прицепе. Пусть он остается ночевать. Я еще папе рассказал, он говорит, да, без проблем. Не надо его заносить, пусть он в прицепе и лежит. Все равно погода теплая, дождя не будет. Хорошо, сегодня магазины закрыты, я не купил ничего. И все. Ну, есть небольшие неровности, но они у нас обусловлены тем, что у нас сетка под 20-ку. Была бы под 15-ку, конечно, было бы все ювелирнее. Но, я думаю, это нисколько не страшно. Чтобы было чувствительнее, работаем без ланса. Все, я же говорил. Слушай, я же говорил, пап, включили. Да не, рубанул сет, я уверен. В нашем колпольсе сет отрубают всегда. Жениш, вы управляете, а я на поворот. Ничего себе, я боялся повредить ее и разрезать ножом нереально. Что-то он крепкий. Нормальная штука. Так, началась гроза, нам отрубили свет, но нам это нипочем. Мы даже можем вот так сделать, для интересности. Ладно, шучу. Так вот, друзья, смотрите. Вы видите, на обратке унатой нет гофры. Потому что этот кабель будет считаться уже греющим в санузле. Не совсем, конечно, правильно. Так как санузел должен, по идее, сам себя обогревать. Ну, то есть, конкретно свой иметь контур. Но я повешал специально на обратку, так как в туалете большой жары быть не должно. А терять полезную площадь здесь очень неправильно. И у меня просто нет места и возможности здесь накрутить свой контур. Вот в этих местах. Тут пойдет очень большая, такая же гребенка, как вот там внизу. Соответственно, я буду просто на обратках делать шаги здесь. А тут уже накручу. Может быть, я не прав. Но решил вот таким путем идти. Ну, здесь ночь. Мы как только сможем, вам покажем. Жень, ну так часто-то не надо, ты прям в каждую долбишь. Ты что? Почему ты показываешь? Ну, ты посмотри. Он здесь изгибает. Ну, все, понял. Хорошо, конечно. Конечно, женюсь. Молодец. Подожди, подожди. А то не всем тебе видно. Давай твой взгляд вот этот. Этот взгляд напротив. Ну, все. Бьем второй контур. Получилось на первом 88 метров. Немножко многовато, но тем не менее тянуть будет. Я, кстати, здесь нашел эти размеры. Это, наверное, с той стороны. Да. Знаете, где они указаны? Я думал, что их нет, но такого быть не может. Вот, видите, 25,82, например. Почему 4 цифры делаются не как, например, в Саутовской трубе, которую крутил я зимой? Потому что у Панор они свои бухты комплектуют до 10 тысяч метров. Поэтому здесь и указаны 4 цифры. То есть последняя цифра будет 4 девятки. Так. Немножко, немножко закончился дождь. Приостановился, так скажем. Еще льет, да? Да. Не знаю, что вам покажет данная информация по поводу Хауберга. Но выглядит он очень даже красиво. И мне нравится, когда на него попадают капли. Они как бы в нем растворяются. Так прикольно. Все работает, все отливчики, все замечательно. Что может быть здесь плохого с этим материалом? Не знаю. Мне все нравится. Камеру накрою шапочкой. Посмотрим с этой стороны. Еще льет. Дождь-то был прям аж под козырек вон залетал. Мощно. У меня тут луж никогда не стояло. Песок для теплых полов уже готов с водой сразу. Как его вытряхивать теперь будем, я не знаю. Просто не ожидал, что возьму и свяжу вот такое количество. Понятное дело, вместе с Женей. Мы еще не заливали, но я уже мокрый. Уже жарко в доме. Я вам говорил, что заливать весь этаж сразу не буду, так как мы уже живем, и нам нужно как-то двигаться. У нас есть два входа. Это вот черный вход, есть парадный вход. И мы как-то вот секторально это все пройдем, чтобы можно было двигаться сначала в один вход, потом входить через другой. И поэтому я сейчас выставлю опалубку и начнем заливать. Сектора будут делиться, собственно, по линиям теплых полов. Вот по каналам, как мы делали их. Так, а суть-то, суть, 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 суть-то какая, суть-то какая? Какая суть? Я же вам в каждом видосе показываю свои игрушки. И в этот раз вот этот товарищ мне поможет сделать опалубку. Давно мечтал об электрической сучкорезке. Не знаю, как вы называете вы, но на Алтае мы называем ее именно так. Давно зарекомендовавшая себя в моей стройке фирма. Собственно, все, что у меня есть из строительного инструмента, сегодня это деко. Ну, нравится мне цена-качество этого инструмента. Так, инструкция, которую обычно читают в самом конце. Шина, деко, цепь. И сюда надо лить масло, которое написано в инструкции. Сейчас я это дело быстро изучу и накромсаю опалубки для наших полов. Ну, а вы смотрите. Как все просто, а? Я, наверное, в конце сезона вам сделаю небольшой обзор о всем инструменте, который у меня для стройки используется. Вы спрашиваете часто в комментариях, что я показываю. И поэтому в описании я всегда оставляю ссылки на магазины, на продукцию, на товары, на услуги и так далее. В описании все ссылки. Готовимся к опрессовке системы. Сначала одеваем гайку, потом обжимное колечко и потом уже сам конус. Работать с фирменными просто одно удовольствие. Помните в видосе, что было вот с теми конусами? Это был кошмар. Это был и кошмар, и психоз. Сейчас мы выставляем маяки. Работа элементарная на самом деле, если знать, как это делать правильно. Давление в системе дано, уже ничего не травит, все хорошо. Вы помните, что уже у нас отстрелен уровень пола, который будет черновой. И сейчас мы делаем очень элементарно. Выставляем лазерный уровень в любую плоскость, какую нам необходима. Она может хоть как быть. От него отстреливается рулетка расстояние равное черновому полу. То же самое размер переносится на палку, на маяк, хоть на что. И мы делаем сейчас ляпки будущего пола. И потом просто ходишь, и по лазеру отметочки... Ой, я весь мокрый вообще просто. Отметочки эти ставишь. Почему я вам рассказываю это все заранее? Потому что сейчас мы это будем делать, и мне некогда будет, в общем... А вы будете это все видеть. Так, а вот эти штучки я наставил для того, чтобы здесь поставить сейчас опалубку. И в местах, где у нас будет соприкосновение бетонных плит, не было никаких подвижек или там... Ну, это, конечно, уже бред. Ничего этого не произойдет. Но перестраховаться, я считаю, стоит. Друзья, самый главный месседж, который вы должны извлечь из вот моей вот этой истории всей... Это то, что ничего сложного нет. Не боги горшки обжигают. Все это элементарно делается своими руками, своими силами. И самое главное, что под положительное настроение. Короче, не бойтесь, беритесь, делайте, и ни за что не волнуйтесь. Но используйте пексовскую трубу. Ну, можно было, конечно, и перд, но... Смотрите, вот эти загибы, когда я делал, волнение было, что загнется. Ну, то есть, что он сломается. Как мне объяснили эксперты из 100 градусов, ребята, вот этой новосибирской компании, с которой мы познакомились на выставке, они говорят, Дэн, ты даже можешь просто сейчас сломать ее, просто, чтобы, ну, показать зрителям для интереса. Отцепить ее от креплений. Нагреть феном в местах перелома, и она вернется в исходное положение. Ну, я, наверное, сделаю этот опыт, но сделаю его на клочке. Ну, не хочется мне все-таки в свою красоту уже какие-то внедрения делать. Хотя я доверяю, что эта штука реально рабочая. Пекс А, Упанор. Не сильно резать, вот аккуратненько. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Шла третья банка, уже 15 литр. Сейчас мы заправляем 95-метровую трубу. То есть 10 литров уже вогнал. Я жду, когда вода пойдёт из обратки, точнее, из подачи. 12 литров где-то воды на 95 метров трубы. Вот так. Ну, хотя, наверное, десятка, потому что ещё вот тут можно, в коллекторах сейчас тоже заполнились полностью. У них тоже есть что-то. Этот я теперь контур закрываю и начинаю прокачивать следующий контур. Здесь закрываем и подачу, и обратку. И открываем следующий контур на закачку. Так, дал 3 атмосферы. Теперь дам сутки нашему коллектору. Единственное, он мне тут закапал, пришлось немножко подняться. Но, надеюсь, больше не будет травить. Мне охота сдувать всю систему ради того, чтобы поправить вот этот узел. Я его потом поправлю. Уже вечер. Утром начнём заливать. Ляпками выровнял все полы. Хочется вот пол дома. Здесь примерно квадратов 40 сделать. Но что-то меня пугает, честно говоря, толщина, высота пола. Хотя, в принципе, она не более 7 сантиметров. То есть, ну, есть глубокие места там, вот в той части. А здесь всё ровненько, хорошо. Ну всё, друзья, давайте до утра. Мы начнём заливать. Субтитры подогнал «Симон»